Америка под угрозой. Всего лишь несколько месяцев могут отделять КНДР от возможности нанести ядерный удар по США. Этим громким заявлением директор ЦРУ шокировал страну. Что известно о разведке, разбирался Дмитрий Анопченко. Один из самых информированных людей в Америке и один из самых близких к Трампу, бывший конгрессмен-республиканец Майкл Помпео, теперь каждое утро с президентом встречается. Проводит для него секьюрити-брифинг, ежедневные доклады о ситуации в мире и об угрозах. В Белом доме поговаривают, глава государства, который кроме своей семьи никому в команде полностью не доверяет, к мнению Помпео прислушивается безоговорочно. Тем больше шуму вызвало интервью главы ЦРУ, которое он дал сейчас себе с Ньюс. Ведь те месседжи, которые Помпео в эфире озвучил, он ежедневно лично доносит до первых лиц Америки. Это слова о КНДР и об угрозе для страны. Помпео сказал журналистке, о недавнем ядерном испытании КНДР, которое стало неприятным сюрпризом для мира, американская разведка знала заранее. Более того, по данным ЦРУ, атомная программа Пхеньяна в последнее время продвигается невероятными темпами. Политики должны знать, северокорейская программа ядерного оружия продолжает развиваться, совершенствоваться, становится все более мощной, все более безотказной. Каждый этот момент должны четко осознавать те, кто принимает решения. А вот его ответ на вопрос, насколько велика угроза, сегодня в заголовках всех информагентств. Насколько близок Ким Чен Ын к тому, чтобы иметь возможность нанести ядерный удар по территории США? Несколько месяцев. В справедливости ради стоит сказать, что подобный прогноз, мол, счет идет на месяцы, Помпео уже делал полгода назад. Это разночтение в ЦРУ поясняют тем, что благодаря санкциям Америка притормозила Кима, сдержала его ядерные проекты, но теперь ситуация развивается. И по данным разведки, к концу весны он якобы уже будет способен атаковать. Понятно, что Помпео из команды ястребов в окружении Трампа. Понятно, что в его интересах сгущать краски. Но делая заявление такой важности, чиновник такого уровня, в США обязан опираться на факты. И эти факты вызывают тревогу, причем не только в Вашингтоне. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.